На, сынок, сейчас пойдем ментов бери и будем показывать только всяких разных педофилов в кино. Валит в багажнике. Там девчонка у меня знакомая, ей прям в лоб пуля попала. Люди там все пьяные, денег ни у кого нет. Конечно, никто со мной сексом заниматься не хотел. Давайте начнем. Знаете, с чего? Во-первых, познакомьтесь с вами по-настоящему, потому что вы же не Вася и не Ложкин. Вот как, не знаю, как этот персонаж, этот человек родился? Это не персонаж, не человек, это ник на форуме, собственно говоря. У всех, когда в те далекие времена, когда не было соцсети, были форумы, у всех были ники. Причем всякие разные. У меня тоже такой вот ник был, Вася Ложкин, собственно говоря. Это такое, даже не псевдоним, это, скорее, просто прилипло, так сказать. Смотрите, сейчас вот, если переходить к актуальным вопросам современности, все чаще задают такой вопрос, с кем вы, мастера культуры? На митинги ходили, например? На митинги я, конечно, не ходил. Смотрите, тут такая ситуация. Сейчас такие вопросы задают, как правило, те, кто навязывает некую такую дихотомию. То есть ты либо с этими, либо с этими. А на самом деле есть пятые, десятые, четвертые и двадцатые. Ну, их как бы нет. Есть только вот эти и вот эти. Если ты не с этими, то ты, значит, точно с этими. Вот. Я, ну, как бы, даже картину такую нарисовал, что мои политические взгляды настолько радикальные, что о них не стоит говорить вслух. Тем более сейчас. За это могут посадить, наверное. Википедия пишет, что вы называете себя православным сталинистом. Ну, в Википедии много чего пишет, на самом деле. Но вы православный сталинист? Нет, я не православный сталинист. Просто я однажды сказал это в шутку, в каком-то интервью. И человек так же написал, что это как бы в шутку. Но почему-то это вот так вот оно идет и идет, идет. Ну, смотрите, в любом случае, когда смотришь на ваши картины, складывается ощущение, что они не прям какие-то политические, да? Но как будто бы вы, как, что ли, подмигиваете кому-то. С фигой в кармане, да? С фигой в кармане. Как будто сглаживаются острые углы, но они все-таки у вас... Нет, это знаете, в чем дело? Это дело в том, что люди смотрят... Ну, как бы человек вот там... Ну, сейчас издалека начну. Смотрите, вот скажем, человек любит Навального. Такой правильный. У него есть фейсбук, страничка, где есть друзья. И там все такие же друзья Навального, поклонники. Появляется какой-нибудь православный сталинист и говорит, ваш Навальный, типа, американский шпион. А я говорю, кыш отсюда забанить, изгнать, растоптать. Вон, вон, все, изгнали. И собирается вот эта вот группа. И вот он читает свой интернет, и ему кажется, что все фанаты Навального, весь мир, как бы, да? Ну, и во всяком случае, это... Ну, есть некие враги, конечно же. То есть вы не подразумеваете и не видите? Нет, ну, иногда бывает, конечно. Но в основном это не про политику. Это скорее про некую жизнь, которая вот... Ну, обычную жизнь. Ну, вот я, допустим, смотрю картину, там, давай деградировать вместе. Какой можно сделать вывод? Ну, вот два человека хотят деградировать. А ведь, скажем, какой-нибудь политически озабоченный гражданин посмотрит на него и скажет, вот-вот, это вот они, они, которые там слушают Соловьева, там, смотрят, голосуют там за Конституцию. Это вот они, они точно. Соловьева вы не смотрите или смотрите? Ну, я как это видел, вот на Ютубе показывают ролики там, ну, как вот, типа, вы бы могли это посмотреть, вам бы это было бы интересно. И там что-то ролик 4 часа идет. Ну, блин, извините, как там можно такое смотреть? Ну, уж там прям на острие, он же... Да, ну, и он какой-то кричит что-то там, мне не нравится. Мне не нравится его подача, как бы. Может быть, даже я бы и согласен был с ним с чем-то, но я видел его по телевизору, и мне нравится, как он это все подает. А вы читали манифест Богомолова? Нет, я, честно сказать, узнал о существовании Богомолова от депутата Милонова. Ну, смотрите, он пишет о том, что, значит, в Европе сейчас выстроился политический рейх, и она до сих пор загнивает. Загнивает ли она? Загнивает, ну, я думаю, что Богомолов в этом плане никакой не первооткрыватель того, что Европа загнивает. Есть до него, может, сколько людей об этом говорило, и после него будут говорить. Ну, как и это, как и Россия встает с колен, то же самое. Можно такой же манифест написать, его можно было написать 20 лет назад, и через 20 лет тоже можно написать, что она встает с колен. Я так думаю, что мы все же с Запада перенимаем, просто немножко чуть попозже. Если сейчас какой-нибудь гомосексуализм условный у них, это, флагман, то когда, потом у них будет наоборот, у них там будет какой-нибудь исламизм, например. А вы будете рады, если у нас будет, как у них? Нет, я не буду рад, я консерватор. Сейчас мне 44 года, ну, я уже не хочу быть революционером. Мне уже хочется чего-то другого. А когда я был, мне было 20 лет, я, да, вот там уже... Вы сталкивались с какими-то запретами? Бывает, что когда проходит выставка в каком-нибудь музее, ну, там, руководство музея просит какую-нибудь картину убрать. Или там несколько картин. Потому что, блин, вот у нас тут губернатор, вот он придет, посмотрит, нас заругают. Ну, в частности, в Ярославле, например, вот выставка была в Ярославле, там вот была картина, где был изображен начальник комитета по борьбе с молодежью. И вот они нам говорят, давайте уберем, как бы это... А я говорю, а чего тут, собственно говоря, такого-то в этой картине? Ну, у нас тут, как бы, половина музея принадлежит нам, половина музея это церковный. И тут, как бы, а там какой-то с бородой мужик, как бы не было ассоциаций, и туда-сюда, давайте вот уберем. Ну, убираете? Ну, да, чего бы нет, собственно говоря. Они, как бы, объясняют тем, что вот вы тут выставку сделаете, вы уедете, а нам потом тут жить. Я думаю, что мы, вот, слава богу, еще не дошли до той степени писания Кляус, как вот в той же самой загнивающем Западе, где там женщина сказала что-то там о трансгендерах, и ее раз из телесериала выгнали, например. Ну, нельзя обижать трансгендеров. Нельзя, да, трансгендеров, конечно. Нельзя обижать трансгендеров, этих, как вот, зоофилов, некрофилов и прочих таких. Их обижать, конечно, нельзя. Поэтому мы откажемся от всего и будем показывать только всяких разных педофилов в кино. Как живет глубинка-то русская? Ну, как живет глубинка, я вам расскажу. Смотрите, если... Об этом можно прочитать, как бы, что называется, в интернете, как обычно все пишут. Отъедешь 200 километров от Москвы, там деревянные сортиры, значит, во дворах. Люди там все пьяные, денег ни у кого нету. В общем, вот это все. Ну, я не буду развенчивать этот миф. Глубинка, она такая, там деревянные сортиры в центре города у нас. Машин нет, интернет по талонам. Иронизировать-то можно сколько угодно, но ведь действительно не так все хорошо, как, скажем, в Москве, в Петербурге. Ну, слушайте, Петербург же тоже глубинка по сравнению с Москвой. Петербург такая же культурная провинция, в общем-то. Вот есть у нас Москва как мегаполис, которой Москва, она лишена какого-то местечкового шовинизма. А во всех остальных городах есть, что в нашем городе самые лучшие там пироги, например. В Петербурге у нас вот шаверма, а не шаурма там, да, вот это вот все. Вот. В основном люди живут везде. Ну, как, смотрите, есть город, есть там, ну, я не знаю, деревни, да, условно говоря. В городе, в крупных городах живут, в общем-то, так же, как и, ну, в смысле, в Питере и в Ярославле живут более-менее одинаково люди. Ну, конечно. Есть бедные, есть богатые. Ну, например, если сравнить Ярославль с Петербургом, то кроме размеров города, в общем-то, он отличает, мало чем отличается. Есть театры, есть музеи, есть институты, есть всякие спортивные сооружения, есть цирк, в конце концов. В общем-то, ну, в чем отличие? Только то, что он другой, ну, в смысле, в другом месте находится и меньше размера. Я думаю, что не только молодому, любому, действительно, тут это правда. Это действительно так, что вот художников очень много, но продавать картины не у всех получается. Вот в Ярославле, например, там много тоже художников. Много рисует, что там, ну, какую-нибудь Волгу, беседку, там, какую-нибудь церковь, такое все. Ну, и никто не покупает. Вот. Сложно, сложно, конечно. Есть масса художников, которые продавались раньше, допустим, а сейчас у них там мастерская завалена картинами, и вот они, никто их не берет. А было такое, вот сидит Вася Ложкин и думает, а дай-ка я вот катан рисую, и его купят. Потому что котов купят точно. Ну, то есть, у вас, так сказать, бизнес-план-то был какой-то? Да. Котов купят точно. Котов, ну, я, конечно, не могу угадать, что какую картину точно купят, а какую не купят, вот прям 100%. Ну, какого-нибудь милого котика нарисовать, понятно, что я вам всегда продам, но не за дорого. Знаете, я другой пример приведу. Наверное, если бы я был бы совсем, может, таким, как бы, мне бы ничего не надо было бы от жизни, я был бы какой-нибудь, может, богатый или еще что-нибудь такое. Я бы, может, нарисовал какой-нибудь трэш в основном, там, какие-нибудь расчлененку там еще, вот это я люблю все. Но это никому не нравится. Поскольку ваши картины, они разошлись уже по интернету в основном, да, Олег Зелатова Тарки, в том же Телеграме появляются стикеры. Вот, можно сказать, что вы попса? Да, да, могу так сказать. Это обидно быть попсой? Да нет, нет, на самом деле. И мне, наоборот, приятно, потому что картина моя нравится разной категории людей, разным вообще. То есть взрослым детям, там, разных социальных каких-то слоев. Какова высота кабинетов, в которых висят ваши картины? Ну, слушайте, я не знаю насчет, висят ли в кабинетах. Я в этих кабинетах просто не бывал, но во всех случаях при мне много раз кому дарили. Ну, типа, покупали картину в подарок там кому-то, вплоть до вообще государя нашего императора. Мне кажется, газ-батюшка должен быть в Газпроме, наверное. Не знаю, я говорю, я там никогда не был, поэтому... Ну, в смысле, может, кто-то и покупал, но я особенно не... Меня Метто не зовут. Делается только то, что было бы в кайф. По сути, все свои записи последних лет пяти сделаны были, чтобы я их мог слушать в машине. У меня там хорошая аудиосистема, значит, я еду между, допустим, Ярославлем и Москвой, едешь долго, включаешь там со всех сторон, это звучит, и получаешь огромное удовольствие. Вот музыка, тексты кто автор? Ну, я автор музыки, тексты всего. Я как худрук коллектива, то есть там я и организатор какой-то, и собираю там все это на студию людей, там на репетицию, концерты там организовываю. То есть это вот такое, как начальник, начальник рок-группы. Я работаю главным начальником, каждый день с утра и до вечера, а потом на машине с металками, по ночному проспекту, центрального с кокаином и проститутками, еду в модный ночной кабак. Несколько лет назад говорили, что вам уже 44 года, вы уже, так сказать, ваш лимит на революцию исчерпан, а рок-музыка – это же вот такая активная деятельность. Она и связана вроде как с молодостью, с революцией. Не слишком ли вы старый для рок-н-ролла? Старый, конечно. Все рок-хиты придуманы какими-то 20-летними наркоманами в истории вот всей рок-музыки. И рок-музыканты все умирали там, ну, не умирали, а умирали и физически, и ментально, что ли, где-то уже вот 27 лет, да, максимум. Потом все уже, там уже те, кто прошел через этот рубеж, это уже какой-то, либо это какой-то мегапрофессионализм, либо это просто диагноз, который вот люди… Ну, в данном случае это какое-то хобби, поэтому я говорю, что здесь скорее такая, ну, делаю вот прям то, что вот прям в кайф. Вот захотелось нам, в этот раз вот мы записали альбом такой тяжелый, прям тяжелый-тяжелый, с тяжелым звуком, что я, в общем, никогда не делал, не свойственно, а тут прям такой металл. Ну, вот записали какой-то хай металл альбом, следующий, может быть, захочется какой-нибудь акустический записать. Соответственно, у меня и зрители такие же. Когда у нас концерт проходит там, и зрители это 50 лет всем, в общем-то, их не очень много такое, знаете, вечер, как-то вечер музыки для тех, кому за 40. Я, опять-таки, на сцене могу там быть совершенно безумным, но за сцены я не буду никаких безумных. Ну, отвязно себя ведете, да, на концерт? Ну, конечно, да, конечно. Ну, блин, извините, я же всю жизнь играл панк-рок, а там по-другому нельзя. В панк-роке вот для вас кто основной ориентир? «Секс Пистолс». Очень, мне кажется, папсовый выбор. Ну, не знаю, ну «Дэд Кэндис», может быть. Ну, «Дэд Кэндис», хорошая группа, да. А в русском панке? ГО? А, «Горжевская оборона», да. Да, вот это да, Игор Летов, да. Ну, один раз, не то что лично я с ним не встречался, выступали однажды на одной сцене, вот в 2006 году было «Окна открой» как раз вот в Питере, и они как раз перед нами играли. С его, этой вдовой знаком, я им делал, они выпускали этот сингл, песню Горябинчикова «Электрический пёс». Она вышла как сингл, отдельная пластинка, я им нарисовал обложку. Вот сейчас порнофильмы очень группа популярная, слышали, не слышали, молодые ребята, а как вам? Я слышал их как-то так, вот это «Россия для грустных» у них такая песня. Мне вообще не все это, современная музыка не нравится. Я старинную музыку люблю, ну, как старинную, вот тот же самый привел, там, да, как, который там в начале 80-х играли, или там, что-то же самое, Егор Летов, но это тоже нельзя назвать каким-то молодежной музыкой, хотя, в принципе, он скорее классика, он такой вне времени. Вот, а порнофильмы, ну, такие порнофильмы, для молодежи это. Если вы панк, вы в любом случае должны были попробовать? Нет, ну, конечно, пробовал, но я больше по алкоголю как бы. У нас очень, такой была градация, одни были алкоголики, другие были наркоманами, я был вот с алкоголиками. И мы друг друга, кстати, не очень так, можно сказать, с презрением, они нас считали как-то синий, вы синий там, а мы их считали просто какими-то торчками. Вот. И, соответственно, ну, и эстетика музыкальная, у нас больше такая алкогольная была, нежели наркотическая. Секс, наркотики, рок-н-ролл. Ну, какой там секс? Я был солистом его группы, даже панк-группы, и если у каких-нибудь гитаристов, басистов еще, может быть, они нравились девочкам, то когда меня видели на сцене ползающего там, в это, пускающего слюни, засовывающего микрофон, там все куда-нибудь в штаны, ну, конечно, никто со мной сексом заниматься не хотел. Перед концертом сколько? Бутылку в себя или меньше? А когда как? Ну, бывало пьяные вообще прям. Ну, часто выпивали прям. Во-первых, надо было обязательно выпить перед концертом. еще на стадии того, что мы собираемся там ехать на концерт, но сначала дома еще выпьем по дороге там и постконцерт, конечно. Ну, все это закончилось, наверное, плохо. Многие спились. Смотрите, вот, мне кажется, одно из самых забавных явлений панк-культуры это даже название песен. Вот, вы можете вспомнить какие-то названия песен из тех времен, когда вы по сцене ползали? Ну, вот, например, была у нас рок-группа, называлась, сейчас скажу, противотанковые ежи и несгораемые шкафы. Вот такое длинное название. Была группа «Мертвый товарищ», «Паника в лифте», «Инвалид в багажнике». Еще было... Все наши группы? Да, да. У нас была фишка, что мы каждый концерт с новым названием... Мы могли там в костюмах выйти, на галстуках, да, а потом на себя разорвать одежду там и так далее. Ирокез у вас был? Не-не-не, вот как раз этого ничего не было. Не ирокезов там... Не, ну, у меня было одно время, у меня был не ирокез, у меня были такие длинные волосы, как у, знаете, как у Курта Кобейна. Я ходил, у меня тогда была косуха, волосы, круглые очки, шорты и такие огромные, такие строительные ботинки и гольфы полосатые, как у Баратино. Вот. И еще надо мной смеялись как раз чуваки, которые делали реальные дела, они были такие в кожаных куртках там, ну, такая, братва, и говорят, ты че, ты как, там, одет там, что-то. Многие уверены, что вы закладываете за воротник? Нет, нет. Алкоголь, наркотики это для молодежи все, конечно. Просто чисто организм уже не это... Ну, представьте, я вот там напьюсь пьяным, что со мной на следующий день будет, там, как бы, да, мне там надо работать, за руль садиться. Ну, это как-то не мое. Ну, в смысле, это уже не так весело и хорошо, как было раньше. Ну, а про наркотики, так я уж вообще молчу, что это просто путь сразу на тот свет, что. Больше я воспринял болезненно в 93-й год, конечно. Вот эти танки, стреляющие по парламенту, у меня просто сильнейшее впечатление. И вот эти вот митинги, вот, например, кстати, о митингах, которые сейчас в митинге были, ну, там, в каком-то, не знаю, в 18-м году, в 12-м году. И все такие, о, там, миллиард человек, там, это, ух, как нас много. Я помню митинги в Москве и драки с полицией, когда сейчас там забирают кого-то и говорят, что кровавые беспределы. Я помню, как избивал ОМОН людей, это было настолько жесть, что сейчас этого даже близко нет. А вы это своим глазами? Ну, я чувствовал на себе, как бы. Расскажите, что вы чувствовали на себе? Дубинки? Дубинки, и не только дубинки. Нет, я не дролил с 8 лет. Я просто оказался вот однажды на очень крутом замесе и еле оттуда выбрался в демонстрации. Там какие-то старухи с красными знаменами, там какие-то казаки с бородами, с портретом Николая Второго, там какие-то лимоновцы и все такое. С другой стороны, ОМОН с щитами, с палками, все это бегают туда-сюда, топчут до друга. Это жесть вообще была. Помню, в 94-м году я ждал этого, как его, чувака на Белорусском вокзале мы с ним встречались и ехали в институт потом. А он на электричке должен был приехать, мы сейчас думаем попьем пиво и в институт. А подбегает какая-то бабка с красным флагом на, сынок, сейчас пойдем ментов бить. Вы взяли флаг? Нет, нет. Ну я, честно сказать, никакую сторону никогда не принимал. Я вообще не понимаю, как можно принимать какую-то сторону. Развал Советского Союза, ну, наверное, конечно, как любому вменяемому человеку, мне кажется, это очень трагическое событие в нашей истории, потому что оно повлекло за собой смерть очень много людей и куча всяких беженцев, воинов и так далее. То есть, это ужасно. А до развала разве все хорошо было? Ну, слушайте, ну, до развала не отрезали головы людям, как бы, и не расстреливали, и не выбрасывали из окон девятнадцатилетних девочек, как бы. Кто выбрасывал из окон девочек? Слушайте, ну, вы как, вы не знаете нашу историю, что ли? События в Таджикистане, события в Азербайджане, да где угодно, война в Грузии, это все процессы последствий развала Советского Союза. Все полыхнуло. Война в Чечне, в конце концов, это тоже часть этого. Поэтому и назвать это хорошим событием, я бы, ну, не знаю, я бы не смог. Потому что, во всяком случае, как бы мы плохо не жили, но тем не менее, все-таки не было войны. А тут началась война между людьми, настоящая война с убийством мирных людей, в первую очередь. Ну, многие наркотики употребляли, там, в связи с этим куча смертей, там, вообще огромная. Тюрьмы там, люди уходили, убивали людей дофига. И да, и в перестрелке, ну, и не то, что я участвовал в этих перестрелках, просто попал однажды, прям попало, когда прям стрели пули летали у меня над головой, там, я лежал на полу, чтобы меня не застрелили. Например, в ДК, где мы репетировали, там мы, там, наверное, на первом этаже была, типа, как она, ночная дискотека, это называлось. Там было, там расстреляли, вообще куча народа, там какая-то бандитская разборка была, приехали люди с автоматами, и мало того, что это между бандитами была какая-то там, типа, перестрелка, так погибли люди, которые вообще, ну, не при делах, просто на дискотеке были находились. Там девчонка у меня знакомая, ей прям в лоб пули попало, она, ну, ну, просто вот пошла в дискотеку. А вот сейчас определенный образ 90-х складывается, насколько он правдив? Смотрите, например, были, вот сейчас, я стараюсь, скажем, ту же самую милицию, сейчас и тогда, тогда, увидев милиционера, я переходил на другую сторону, потому что он мог тебя ограбить, что-нибудь такое с тобой сделать. Вот, например, меня трижды избивали, и, так, довольно сильно, и, не, дважды избивали, трижды грабили. Это все были сотрудники милиции на тот момент. Тогда была вот такая вот страшная милиция. Сейчас, конечно, ну, я не думаю, что они сейчас такие. Жена цензуру включает иногда, смотрит на картину, говорит, нет. Да я ей вообще мало рад, что я рисую, поэтому, как-то, 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 так. не, ну, нравятся какие-то картинки, но не все, очень сильно не все. Ну, котики ей нравятся. Это не может стать причиной, там, скандала в семье? Ну, просто, это моя работа такая. как бы, ну, я и показываю, там, новую картину нарисовал, прикольно так. Я не знаю, женский образ, он, если у вас женщина, она, она страшная, она опасная, скажем так. Опасная? Опасная, ну, она может убить, там, например, в таком смысле. Почему? Ну, потому что у меня такая жена, ну, убить-то, конечно, не может, но она очень опасная. Она вас держит на коротком поводке? Ну, меня сложно держать на коротком, но она старается, во всяком случае, вот, а я ей доставляю массовые неприятности своим поведением, там, например, я пообещаю там что-то сделать и забуду это сделать, а это тоже вот неприятно. Ну, как бы, деньги трачу не туда, куда надо тратить, там, ну, такие чисто бытовые вещи. Это вот тот случай, когда человек творческий не может вбить гость в стену? Ну, наверное, да. Я, ну, мне проще нанять человека, которого бьет гость в стену. Хотя с этим тоже бывают у меня какие-то конфликты, там, мол, вот сломалось, там, чего не починишь? Ну, я, конечно, могу, наверное, починить, но я буду это делать долго и мучительно. Проще позвать человека, который это сделает быстрее и лучше. Ой, нет, слушайте, ребят, давайте не будем о картинах говорить, потому что я, честно сказать, я сейчас объясню, почему. У меня выставка началась 12-го числа в Москве и, блин, и там была большая пресс-конференция, блин, и все говорят, да расскажите про картину, ну, расскажите про это, расскажите про то. Картины, они же, ну, это как, блин, ну, как можно рассказывать о картинах? Если бы, было бы телевидение для слепых, тогда, ну, можно было бы рассказывать. А так, блин, можно просто показать картинку, там не о чем рассказывать, я не знаю, что рассказывать просто, я начинаю себя выдавливать что-то, выжимать там, придумывать, но это просто глупо может вообще закончим на этом да я думаю много все сняли вам будет есть что там это вырезать